Привет всем! Не знаю, верите ли вы в гороскопы или нет, я немножко в них верю. Я овен. Овны очень не любят, когда ими управляют, когда говорят нам, что делать. Поэтому я просто обожаю криптовалюту. Я люблю контролировать свои средства, люблю контролировать себя, чтобы мне никто ничего не указывал. В этом видео мы поговорим о ситуации, которая со мной недавно произошла. Также мы поговорим, какие есть биржи, в чем они отличаются, какую стоит использовать вам. Если вы не подписались на канал, пожалуйста, сделайте это, мы только начинаем. Поставьте лайк, ведь еще одна отличительная черта овнов, мы доводим все до конца. А мое желание это сделать этот канал максимально полезным для новичков. Итак, я использую биржу Binance, потому что это была моя первая криптобиржа, я к ней привыкла. Но вот недавно я поехала в Индонезию, я не включила VPN, ну было очень поздно, и мне биржа запретила вход на мой собственный аккаунт. Оказывается, что Индонезии не могут пользоваться этой биржей, у них есть свои ограничения, я этого, к сожалению, не знала. Они потребовали от меня документы, мне пришлось ладить с ними день-полтора-два. В итоге мне, конечно, открыли счет на мой аккаунт, но это заняло нервы, время, и если бы тогда я заходила на биржу, потому что я хотела купить какую-то криптовалюту, либо продать, я бы этого не сделала. А денежки, конечно же, Binance, мне мою прибыль не возместил бы. Так вот, я не доверяю биржам, не только Binance, вообще всем биржам, даже не из-за того, что они могут украсть мои средства. Нет, в основном, если это хорошие биржи, ребят, если их реально хакают, они вам об этом не говорят. Нормальные биржи обычно кладут со своего кармана, то есть возмещают вам со своего кармана деньги. Да, я знаю такие случаи. Поэтому, если когда пишут, что биржу хаканули, это просто, возможно, она сама это сделала. Самое забавное, что очень много людей, мне в последнее время жаловалось на Binance, говорило убегать оттуда, потому что оно становится все регулирование и регулирование. То есть оно уже не похоже на само слово криптовалюта, где все должно быть свободно, открыто, то есть без каких-либо запретов. Ну, если, знаешь, человеческое упорство, которое такое, со мной такого не случится, либо там, ну да, попозже я это сделаю, в общем, принесло мне урок, поэтому не допускайте этого, если вы не желаете, чтобы с вами произошло аналогичное. Также я не люблю биржи из-за QIC, QIC это знай своего клиента, то есть верификация личности, потому что именно как раз из-за верификации личности с вами могут произойти разные случаи, да, там вот, допустим, пользователь России, если у них QIC стоит, все, биржа видит, что ты россиянин, даже если ты там вообще не живешь всю свою жизнь, да, там, точнее, долгий период времени, все, ты теперь там не можешь выводить средства свыше 10 тысяч евро. То есть верификация такая, вроде бы, как бы для вашей безопасности, да, там, что вы можете восстановить аккаунт, ну, а вроде бы очень много в них таких плохих аспектов есть. Биржи бывают централизованные и децентрализованные. Централизованные биржи – это площадка для обмена криптовалютой, которая управляется из единого центра. Вся ваша безопасность, обслуживание, обменные операции – это все лежит на плечах у биржи. В этом слове они похожи такого на банки. В централизованные биржи есть Binance, Coinbase, FTX, OKEX, Gate, Kraken и так далее. Преимущество бирж – возможность работы с фиатом. То есть ты можешь купить криптовалюту сразу же, там, доллар, биткоин, либо там, доллар, USDT. Это очень удобно. Ликвидность. На цексах – это централизованные биржи, она в основном очень большая, поэтому ты можешь в любой момент продать большое количество криптовалюты без особого изменения цены и быстро. Да, если маленькая ликвидность, ты этого сделать не сможешь. Там, либо будет очень медленно покупаться или продаваться какая-то определенная монета, либо там ты не сможешь продать на какую-то большую сумму. То есть если на DeFi рынке ликвидность почему маленькая, потому что там сразу же обмен от покупателя к продавцу, там нет посредника. То на бирже, биржа использует маркетмейкеров. Во-первых, там очень много, там намного больше людей, то есть она постоянно создает ликвидность. Поставим спрос, продажа, там покупка, очень все это быстро происходит. На мой взгляд, централизованные биржи очень подходят для новичков, потому что это такой своего рода мостик из мира фиата в мира криптовалюты, там где там все очень подробно, там все понятно, там очень много функционала. Вот, очень подходят для новичков, чтобы начинать. Недостатки. У вас нет приватных ключей. То есть у вас есть только логин и пароль к вашему аккаунту, где изображены циферки, да, но у вас нет доступа к кошелькам. Доступ к кошелькам есть только у биржи. Риск безопасности в любой момент могут ограничить вам доступ, да, там запрет на вывод, вот, чего угодно. Либо там вы не подошли, там QAC, страна не подошла. Часто требуется верификация личности. Есть биржи, в которых такого нет, мы о них поговорим. И они, в основном централизованные биржи, они часто попадают под влияние правительства. То есть какое-либо изменение, санкции, все. Централизованные биржи, если она особенно достигла большого такого уровня, она подвергается этому. То есть она обязана слушаться правительства, иначе правительство запретит ей существование в данной стране. Децентрализованные финансы. В простонародии DEX. У нее нет центрального органа управления. То есть она напрямую сводит покупателя и продавца, которые размещают заказы на покупку или продажу токена. Аналоги. Uniswap, PancakeSwap, OneInch, SushiSwap и так далее. Преимущество. Анонимность при обмене. То есть тут нет QIC, и ты не знаешь, кому принадлежит этот кошелек. I don't know. Приватные ключи находятся у владельца, потому что вы всего лишь... Всего лишь человек. Подключаетесь к этой бирже через свой кошелек. То есть вам не нужно регистрироваться. У вас нет ни паролей, ни логинов. Ты заходишь на сайт, законнектишь кошелек, подключаешь свой кошелек, и все. Ты можешь осуществлять продажу, покупку. Как только ты это сделал, ты отключаешь свой кошелек, все. Ты уже не на бирже. Все просто. Возможность быстрого добавления монеты. Что это означает? В основном, большинство монет вначале выходят на DEX, на децентрализованных биржах. И только потом они уже переходят на CX. То есть это означает, что вы можете найти хорошие проекты, которых еще нет на CX. Потому что в основном они начинают с DEX. Никто не может заблокировать ваш аккаунт, да? Потому что у вас нет аккаунта, вы всего лишь подключаете кошелек для сделки. И опять же, вы торгуете со своего кошелька, подключает кошелек. Поэтому вам ничего никто запретить не может. Недостатки. Недостатки это ограниченный набор функций. Ордера уже есть. На некоторых биржах можно устанавливать ордера, но они еще не такие точные. Низкая ликвидность. То есть в основном на DEX по сравнению с CX достаточно низкая ликвидность. Возможно, я скажу так, сложность для новичка по сравнению с CX. Но опять же, это не какая-то там супер высшая математика, и разобраться в ней очень просто. И мне кажется, если вы начнете просто с DEX, это будет для вас проще, да? Если вы хотите, напишите в комментариях, мы подробно снимем видео, как покупать монету на DEX. Там тоже есть свои какие-нибудь нюансики. Отдельным пунктом хочу выделить плюс и минус, как бы так скажем, DEX. Плюсы, да, это то, что там может быть любая монета, то есть в основном большинство монет потенциальных хороших проектов выходит на децентрализованной бирже. Но также минус, что из-за этого любой человек может создать там свою монету. А то есть, какой-то проект создает монету, а мошенники создают аналог этому проекту. Потому что вы можете создать одинаковое имя, даже все соцсети сделать под эту монету, да? И новичок, не посмотрев на смарт-контракт, на адрес монеты, может купить как раз монету мошенника. Потому что он вбил название, ему показалось, что это монета, он ее купил, а оказалось, что он купил монету мошенника. Такое бывает. Вот, на централизованных биржах такого нет, потому что там только одна монета, если это, как нам, не знаю. Этериум, там только один Этериум. Потому что, чтобы листиться на сексах, нужны определенные условия. Вот так скажем. Поэтому, еще раз акцентирую, если вы используете DEX, проверяйте адрес смарт-контракта. Адрес, вот так он выглядит, сейчас его вверху покажем. Проверяйте. Начало, конец. Как оно выглядит? В большинстве случаев, как бывает, вы заходите в группу какого-то проекта, да? Это уже может быть группа официальная, но там есть уже мошенники. Ты там спрашиваешь, ой, скиньте, пожалуйста, смарт-контракт. Потому что покупка токена осуществляется по смарт-контракту. То есть, ты вводишь смарт-контракт и покупаешь. Мы с вами в следующих роликах купим монетку. И тебе мошенник может скинуть совершенно другой адрес. И ты, используя этот адрес, купишь монету мошенникам. Хочу сказать, что DEX это не какой-то тоже безопасный оазис, да? Из-за того, что там нет QIC. Все-таки у DEX тоже есть свои создатели. И могут быть тоже какие-то регулирования со временем. Конечно же, я надеюсь, что в DEX будет меньше регулирования. Потому что децентрализованные финансы, его весь смысл как раз вот в этом. Чтобы не было какого-то одного регулированного органа. Мое мнение такое, что если бы у DEX можно было выставлять качественные ордера. И чтобы все ордера срабатывали. И была большая ликвидность. То люди бы не использовали централизованные биржи. Поэтому я уверена, что в будущем будут такие биржи. Мы расскажем вам в следующих роликах. Расскажу, какая биржа уже осуществляет вот такие вот смарт-решения. Надеюсь, что они там еще подкрутят. И это будет работать на все 100%. И тогда, возможно, нам понадобятся сексы. Но если вот суммировать, то используйте централизованные биржи на покупку, продажу. Там выставку ордеров, каких-то любых монет. Но не храните там свои средства. В следующих роликах мы поговорим, какие именно централизованные, какие именно децентрализованные биржи я советую. Какие биржи я не советую абсолютно. О всех нюансах, тонкостях мы поговорим. Спасибо, что смотрели этот канал. Подпишитесь, поставьте лайк. Переходите по ссылочкам, которые есть в описании. Там будут какие-то бонусы для вас. Увидимся. Пока.